наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим ну что начнем с европы как обычно я признаться делаю центром своего внимания страну в которой живу обычно это бывают окрестные страны и города но сейчас мне не остается ничего другого как начать просто ситуации в чеке потому что она эта ситуация стала своеобразным камнем раздора и стала предметом серьезнейшего обострения международных отношений а чем идет речь лет семь с половиной назад на территории северной моравии взорвался склад боеприпас это были боеприпасы чешских фирм и вообще вся эта весь этот склад амуниции был чешским складом армейским где можно разумеется сдавать какую-то часть помещения другим фирмам что и произошло в данном случае произошел взрыв боеприпасов и первая первая же версия рабочая состояла в том что по стечению обстоятельств случайностей боеприпасы взорвались по поводу неосторожного с ними обращения какова была первая версия прошло три недели и вдруг последовал еще один взрыв но ведь подумайте ведь по после первого взрыва территория склада была весьма тщательно очищена очищена от всяких осколков были предприняты другие меры предосторожности казалось все теперь уже все но вот произошел другой взрыв стало сомнительно что версия не неосторожного обращения с боеприпасами может иметь место прошло еще пару лет как говорится шли годы прошло десять лет так вот по прошествии семи лет чешская разведка пришла к выводу что дело было совсем не таким простым что в этих взрывах виноваты или не без причастны к ним со всей очевидностью российские диверсанты вы будете удивляться кстати вы будете удивляться и тому что это оказалось все та же сладкая парочка петров и боширов которая потом отметилась солсбери и и дальше потом в других замечательных местах европы всюду совершая какие-то грубые диверсантские дела так вот чехи сейчас однозначно объявили что виновником события является русская тайная служба потому что милая петров и боширов является сотрудниками спецподразделение гроу которая занимается так называемыми мокрыми делами то есть занимается убийствами кстати и в данном случае речь идет между прочим может быть а случайно происшествие но повлекшим за собой жертвы два человека причем чешские граждане погибли в результате этой диверсии один из них был связан прямо с с организацией которая там хранила свои боеприпасы а другой был технический работа они погибли долгое время это пытались как как говорят чехи замести под ковер то есть попытались просто не давать делу ход но по каким-то особым причинам сейчас оказалось что можно давать этому ход и нужно давать этому ход разыгрался грандиозный скандал благородном семействе вы можете сами представить себе россия оказалась буквально схваченной за руку подрывном деле в мокром деле где погибли чехи а кстати россия с чехией не ведет никакой войны это мы чуть позже окажемся в этом месте снова так вот россия оказавшись в столь неприглядном положении попыталась обойти вопрос путем довольно смешных махинаций скажу сразу как и она во-первых потребовала от чехов чтобы они представили все доказательства что на складе не хранились ядерные боеголовки представьте себе то есть лучше всего в ситуации отступления переходить в наступление не хранились ядерные боеголовки или другие запрещенные например химические средства доказать это русским после этого взрыва не так просто через семь лет тем не менее это было принято как бы сведением но этого мало русская пропаганда нацелилась на большее потому что надо было срочно менять ракурс менять нарратив как говорится говорить об этом совсем в другом ключе и они придумали вот российская спецслужба г.р.у. также главное разведывательное управление генштаба министерства обороны придумала интереснейшую версию они предположили что чехам там есть что скрывать а поскольку есть что скрывать то они обязаны все объяснить международному сообществу и не сваливать со здоровой с больной головой на здоровую то есть здоровая да как бы их голова ситуация оказывается достаточно сложной для понимания понимаете потому что действительно кто может представить вам доказательства что там не было атомных бомб а в то же время это же серьезное обвинение российские средства массовой информации написали ничтоже сумняшися что наблюдается двойная мораль мораль двойного локтя двойных стандартов с одной стороны пресса мира считает героическими диверсионные поступки израильской армии спецслужб против ирана например например в области ядерных вооружений и в то же время без бедных бушерова и петрова преследуют такими смешными подозрениями это неравная ситуация явная пользу одни подумайте насколько насколько чудовищны эти измышления ведь с чехия с россией не находится в состоянии войны никакой войны даже даже как какой-то мелкой или проявляющиеся в небольших подрывных действиях как находится иран с израилем иран не стесняясь говорит о том что он собирается израиль просто уничтожить стереть с карты мира в любом случае и любыми методами поэтому говорить о том что израильский ответ это то же самое что ответ россии а чехии это становится не просто смешно но даже я бы сказал лишено всякой логики чехии находится в состоянии мира по отношению к россии и не замечено ни в каких диверсионных действиях пока нас так вот россия составила некий список недружественных государств куда попали разумеется кроме соединенных штатов великобритания и некоторых других попала и чехия там попали некоторые другие польша например эти недружественное государство могут рассчитывать на российскую месть которая не замедлит себя проявить то есть простая и прямая угроза независимым вполне государством но главное не состоящим не находящимся в ситуации какой-либо войны или вражеских действий по отношению к россии так вот составив такой список россия погрозила серьезными ответными действиями ожидалось что предпримут в такой ситуации западные союзники чехии согласитесь это же довольно наглое попрание всех международных соглашений поскольку государством выделенным для показательного наказания оказывается одна из стран евросоюза и даже нато ну как не ответить на но если бы вы поторопились сказать что ответ был быстрыми больным то вы бы конечно не попали в точку решительно ответили только государства восточной европы восточной и центральной европы вроде опять же польши прибалтики и даже болгарии ответили тем что они выдворили со своих территорий российских опять же шпионов причем всякий раз доказательно также как чехи кстати в ответ выдворив 18 российских граждан очень старались доказательно подкрепить эту эту высылку депортацию доказательствами того что эти дипломаты занимались откровенно шпионажем там не было ни одного случая когда был бы попал бы в этот список какой-то случайный человек независимый ни от кого который никогда не занимался шпионской деятельности всякий раз рядом с каждым именем чехи ставили не прочерк оставили там заметку на основании документов своей разведки контрразведки документы о том как когда этот человек совершал диверсионные акты вот такая сложная картина но вы естественно спросите окей центральная европа она конечно блокируется с чехией скорее всего ну а западная европа они то ведь наверняка ответили резко дали россии по рукам вы здесь немножко просчитались нет они не дали россии по рукам они вообще не ответили на этот вызывающий акт они мягко форме некоего увещевания мол ребятки ну нельзя же так нагло работать нельзя же так открыто они не сделали ничего чтобы как говорится болела чтобы россия почувствовала ничего вообще они сказали что так не делается что нужно тщательно следить за своими сотрудниками и так далее ну бред просто бриятина и пустые слова но ни одна западная держава в этом блоке евросоюза и нато не пошла на радикальный разрыв с россией ни в каком направлении может быть это произойдет я ведь не пророк может это произойдет завтра послезавтра или через три я подозреваю что этого не произойдет потому что время проходит становится менее все менее и менее очевидным а что за ответ а кому такая ответка а за что и так далее все становится вопросом прошло так вот на фоне такой вялой я бы сказал реакции разумеется россии чувствует себя ком королю путин встретился с макроном правда по видеоконференции они очень неплохо поговорили они замечательно поняли друг друга и макрон был даже предупрежден что не гоже западным державам остановиться на сторону вот таких хулиганских выходов некоторых восточноевропейцев не боже и макрон признал что да это совсем не гоже мы же собираемся дружить с россией собираемся пестовать очень хорошие дружеские отношения и вот до сих пор я все жду радикально или хотя бы какой-то резкой реакции никто ничего не говорит зато реакции скажем в адрес великобритании которая не является членом евросоюза уже достаточно бывает почти каждый день там какая-то реакция то по случаю то по случаю политики в области рыболовство то по случаю мореходство то по другим каким-то случаем но всегда ставят им какой-то упрек британцы россии никто пока не поставил упрек такое наглое деяние что разумеется придает и самоуверенности и наглости честно говоря зачем чего стесняться когда они видят эту реакцию вот такая такой не вполне замечательный расклад сейчас царит в европе реакции на выходку россии никакой практически не было может быть она появится но этого я не знаю я думаю что нам уже не появится любом случае пока реакция вся сводилась тому что я сейчас назвал так что боюсь что чехи будут очень разочарованы у них ведь есть и своя внутренняя интрига своя внутренняя коллизия чехии президент страны милаш зима является пятой колонной россии своей стране причем он не пятая колонна которая там какими-то намеками намеками действует нет он явно и вызывающе встает на сторону россии и говорит что россия по большей части или всегда права в этих коллизиях а вот чешское руководство в том числе правительство оказывается такими не смышлёношами их реакция преувеличена их реакция гипертрофирована и надо бы им дать по рукам и больно поэтому в этой ситуации оказалось что как только правительство высказал однозначно пользу санкции против россии заман тут же поторопился и сказал что результаты расследования не ясны возможные две версии возможно возможно диверсия а возможно и не диверсия и вообще непонятно что при этом он встретился с председателем правительства который ясно сказал что правительство рассматривает только одну версию а именно диверсии никакой другой даже не рассматривается но заман не тот человек который может прислушаться голосу разуму терять нечего ему осталось на своем месте сидеть два года и он знает как он и будет просиживать он будет ставить палки в колеса своей стране и своему населению всюду где это окажется возможным потому что всякий раз его поддержит российской отвечать представляя его как знаменитого борца за демократию это кстати то что мне всегда во мне всегда вызывает страшное возмущение поскольку зная историю этой страны я знаю что нынешний президент никогда не был не просто защитником прав человека или антикоммунистическим писателем никогда не был наоборот каждым своим поступком он подрывал основы для защиты прав человека и наоборот доводил герои всегда российскую сторону вот такое вот такое существо здесь находится во главе государства интересно вот еще что касается европы я не знаю вы слышали это есть такой журнал в париже издается я не знаю как правильно произносится в алиурс акчуэлис как-то так но не знаю да тем более если это на французском то там половина букв лишних но неважно в общем какой такой журнал есть в википедии есть в общем это существует действительно так вот он сообщает о том что отставные генералы и офицеры французских вооруженных сил в своем коллективном письме предупреждают президента франции эммануэля макрона о высокой вероятности развала страны в письме генерал заявляют что франция стоит перед смертельной угрозой хаоса и гражданской войны насилие растет день ото дня а констатируют они в чем именно состоит эта угроза продвижение специфической расовой теории выступающей под маской антирасизма и деколонизации которая способствует разжигание ненависти и вражды раскалывает нацию то есть там речь идет о том что вот эти дикие орды захватили окраины франции и так сказать если все это не а а макрон причем заявил о том что для борьбы с расизмом нужно деконструировать свою историю то есть речь идет о переписи истории и это говорит президент франции вот они его предупреждают что добром все это не кончится на самом деле то же самое мы можем проектировать и на нашу страну вот это вот теория расовой критической критическая расовая теория которая теперь навязывается школам и так далее то есть вот военные бывшие военные предупреждают макрона действительно там ситуация настолько напряжена и возможно такой взрыв я не думаю что ситуация настолько напряжена но то что такие голоса слышны и главное они ведь подчеркивают действительное состояние страны не надуманное не придумано не в соответствии с этой волк теория как говорят американцы то есть теория пробуждения теория они все сейчас пробужденные и далее людей дело не обратите внимание на одну замечательную историю сейчас в америке прошло награждение аскарами тоже в порядке в порядке пробужденные америки все критики хором заявили что наконец-то впервые в истории премия аскаров было в соответствии с правилами диверсии то есть разнообразие разнообразие аскаров заключается в том что они были присуждены режиссером самого разного происхождения не только китайского черных режиссеров азиатского происхождения любого любого и в этом ученые мужи видят разнообразие вот ведь что поразительно понимаете они видят разнообразие в самом поверхностном самом случайном определении сам случайном критерии до этих людей нельзя подстричь под одну гребенку они каждый из них представляет какую-то другую расу какую-то другую культурную область ну и что простите а фильм то где а фильм причем а фильм об этом мы не говорим этого причем из фильм вообще когда столько раз представлено вы говорите о каком-то смешном кино кино не для этого сделано а для того чтобы раз и были представлены вот такой абсурд который сейчас захватил соединенные штаты такой абсурд разумеется захватывает и францию и она борется с этим я не очень верю в письмо генералов это все должно созреть это все должно быть доведено до точки кипения когда люди начинают понимать что дальше так жить невозможно что над ними в чистую издеваются и только тогда они могут позволить себя увлечь какими-то идеями освобождение франции от этого бреда понимаете а пока будет этот бред доминировать что самое главное в кино это количество представленных раз режиссерами представлены пока это будет так то ожидать невозможно ничего ожидать кино невозможно не случайно самый скучный самый убогий фестиваль был в этом году его смотрела на пятьдесят восемь процентов меньше людей чем чем в прошлом году понимаете но им же не важно здесь надо понять одно обстоятельство им совершенно не важно потому что эти факты не смогут их сдвинуть со своего понимания они скажут вот и замечательно раз эти плохие люди нас не избирают не ходят не смотрят значит так ими надо мы представляем очень современную новую концепцию мира а эти представляют старую поэтому мы не станем вообще уделять внимание этим этому отребию человечества поэтому вряд ли можно сейчас надеяться на то что вот такие показатели пятьдесят восемь процентов потерь для аскарового фестиваля и точно такие же потери для золотого глобуса это просто везде однозначно они разбуженные проснувшиеся охреневшие вы абсолютно правы было время когда церемонию награждения оскара смотрели более шестидесяти двух миллионов человек а последнее по фестиваль последняя церемония чуть более девяти миллионов самых самых-самых разбуженных да 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 абсолютно то есть содержание фильмов уже никого не интересует главное что на церемонии были представлены разные джендеры разные расы и так далее вы абсолютно правы это безумие это безумие что вам вообще да да кино причем здесь вообще кино важно представить вот все эти джендеры важно представить трансджендеры трансджендеры туда и обратно двойные и тройные это же есть смысл фестиваля а не какое-то кино вы знаете к сожалению и фильмы то они отличаются от в большинстве своем от от содержания фестиваля от смысла фестиваля и фильм это пропагандирует то же самое последние фильмы и него их невозможно сравнивать с фильмами которые делались там еще на не знаю 20 лет назад 30 лет назад вот там были действительно фильмы и а сейчас а сейчас фильмы в той или иной степени напичканы идеологией и поэтому и смотри ты их народ не очень хочет конечно зачем смотри и когда все ясно это заплани получат они получат премии потому что нам было представлено впервые тройной разворот джендера понимаете он был уступал стал женского под обернулся к мужскому под основу пришел в женский вот это события фильма кинул понимаете а все остальное это смешно это даже еще не пробужены но сожалению можно возмущаться сколько мы хотим поэтому я говорю что письмо генералов макрону это замечательное явление но пока она не не станет доминирующим не наберет критическую массу когда все пойму что именно этого здесь не хватает то разумеется их будут затюкивать по всем статьям по всем статьям как свою свое время затюкали замечательный бриджет бардон как затюкали многих других давайте мы в этом месте остановимся сделаем небольшой перерыв после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы напомню телефон студии 847 4005 200 если будут вопросы пожалуйста звоните на теперь давайте перенесемся на наш на нашу землю я вас попрошу прокомментировать давайте сначала про керри поговорим ну во первых он сказал мало того что мы должны свести к нулю но он же у нас теперь царь царь по изменению климата значит он сделал заявление что мало того что мы должны свести к нулю выбросы в атмосферу co2 мы должны заняться извлечением из атмосферы co2 то есть того что выбросы к нулю свести еще нужно из атмосфер вылавливать co2 человеку невдомек что если действительно вот такой безумный план каким-то образом реализуется то все живое на земле помрет во всяком случае все растения точно погибнут поскольку они питаются этим они потребляют co2 и производят кислород вот такое он сделал заявление но это не единственное искать заявление которое он сделал тут new york times сообщила о том что утечка информации произошла секретный из играют от и из ирана а то есть зарев министр иностранных дел говорил о том что джон керри будучи министром иностранных дел в администрации хусейна че обамы говорил ему зарифу о том что ну а тех операциях которые проводит израиль против ирана на территории сирии и это вызвало конечно реакцию у республиканцев которые потребовали немедленной отставки с поста члена совета безопасности при президенте председателе байдене ну и наверное провести расследование потому что информация это совершенно секретная если это имело место быть то этому дебилу я имел он действительно дебил керри дебил мало того что он предатель он просто дебил ему место в тюрьме если этот факт подтвердиться если если проведут расследование этот факт подтвердиться он должен сесть в тюрьму заслив секретной информации это мое мнение что вы по этому поводу думаете большая разница между тем что надо что было бы правильно и что является возможным что является представим себе я не думаю что теперь поплатиться за эти слова для этого нужно было бы чтобы власти были республиканцы в остальном во всех остальных существ никто и никогда не за какие слова не потому что режим установлен такой и такие вещи его поставлены что чтобы он не говорил чтобы он не делал это все объясняется быстрой дорогой прогрессу прогресс и керри то что он заявил о необходимости вылавливания co2 из атмосферы это все дорогой прогрессу понимаете это все дорога лучшему обществу что есть лучшее что есть худшее это не нам как говорится с вами решать это решать и они сейчас стоят в рулях и чтобы мы не говорили они от этого руля не откажутся него не выпустят из рук пока давление окружающей среды не будет таким сильным что устоять против этого будет просто невозможно так крутится мир так работает понимаете так что сейчас они чувствуют себя у кормила власти и поэтому любая бессмыслица которого не произносит она считается вариантом очень правильно и очень очень толкового решения вопрос также живут и все все эти люди в россии и европе у нас они все восхищены той бездарной глупостью которую произносит тот же самый байден они просто восхищены они говорят так уже никто долго не говорил где он же уже бьет в самую точку он же дал по рукам всем этим диктатором мира подумайте какой он какой он замечательный человек то что пока ни одному диктатору мира он не дал по рукам все диктатора мира чувствуются кстати превосходно на его фоне и вообще его так сказать контексте байдена так что это все это все попытка выдать желаемое за действительным так работают нынешние средства массовой информации так они поставлены нас настроены и будут продолжать это делать до тех пор пока не изменится парадигма пока не придут слову снова люди здравомыслящие этих я не могу назвать здравомыслящими ну как назвать здравомыслящими человека который предлагает предлагает вынуть вы селектировать из атмосферы целого действительно главное главный продукт питания растений знаете нет других продуктов питания для растений кроме как этот углекислый газ ну что ты говоришь пока повторяю пока не произойдет перемена парадигмы не придут власти новые люди ничего этого не изменится потом и вдруг узнаем совершенно очарованное этим открытием и вдруг узнаем а так оказывается не все было так как они говорят а так оказывается это все было практически наоборот а нас то как у ели нас то как ввели в заблуждение понимаете люди к сожалению склонны это пример пример примеривать на себя и поэтому так хорошо удается этим прохиндеем держать люди в неведении им вешать на уши лапшу относительно того как они спасают природу и прочь это все к сожалению вы абсолютно правы и боюсь даже если к власти придут республиканцы мы пойдем помним недавнее время когда республиканцы были в большинстве в конгрессе в течение двух лет в сенате были в большинстве и президент был и тем не менее скажем хилари клинтон и чиновники из федерального бюро расследования которые нарушили закон никто ни за что не ответил даже при наличии большинства в конгрессе республиканцев и республиканском президенте потому что ну сами себя фбр-овцы наказывать не могут это же а при элитный клуб такой вашингтонский они же не могут сами себя наказывать не все из одного клуба да боюсь что вы абсолютно права никаких последствий для предателей которые этого заслужили не будет и что касается безумства керри он не один безумный разве этот new green deal он менее безумен чем то что говорит керри вот в частности байден пообещал снизить выбросы углекислого глагогаза на 50 52 процента к тридцатому году обойдя по обещаниям президента обама в китае китай удовлетворенно кивал на это он выбрасывает в атмосферу китай выбрасывает в атмосферу 28 процентов co2 а америка всего лишь 15 если америка снизит выбросы co2 в атмосферу еще на 50 процентов то китайская промышленность может не опасаться конкуренции со стороны сша китай это обещает постараться снизить эмиссию причем без указания конкретных цифр но стараться будет по мере возможностей с удовлетворением при этом наблюдая за последними судорогами американской тяжелой промышленности то есть сообща китай демократическая партия соединенных штатов америки во главе с председателем работают в интересах китая и против против америки против американского народа потерял вас сейчас я говорю что китай совместно с демократической партии работают в интересах китая против америки американской экономики американского народа Потому что мы живем в мире перевернутых понятий и перевернутых цифр и перевернутых значений этих понятий. То есть очень несложно нам доказать на подобных цифрах, что все это время, всю нашу жизнь, всю человеческую цивилизацию мы строили неправильно. Правильно нужно отказываться от всего, что может нас вывести на какие-то новые высоты. Все это неправильно. А правильно вот это. Правильно понимать соотношение. Правильно понимать, что чем меньше, тем больше. Чем меньше мы будем производить, тем лучше. Понимаете, вот как только это понятие освоит нас, как только мы упремся в непререкаемость такого понятия, как только мы скажем, ну наверняка, да, наверное, это так и есть. То все, мы пропали. Мы пропали. Потому что эта цивилизация пощады не знает. Она крайне немилосердна. И она сумеет нам заболтать зубы, доказывая, что меньше значит больше, а меньше значит лучше, что это будет меньше продукции. За то, как она будет хороша, как она будет в пользу природы, как она будет в пользу мелких животных и домашних в том числе. Это же замечательно. Никто сознательно не возразит ни слова против этого. Другое дело, что все эти душесчипательные обещания произносились миллион раз. И миллионы раз вели к совершеннейшему краху. На них нужно просто не обращать внимания. Но другое дело, что нужно работать ради изменения парадигмы, ради того, чтобы восстановилось нормальное человеческое, натуральное отношение к таким, такого рода понятиям. Вот и все, как оно восстановится, мы будем снова на коне. А если оно не восстановится, то потомки споют плачевную, печальную песню по нас. К сожалению, за кажущимся идиотизмом стоит весьма серьезная и глубокая продуманная цель. Нарезать диктатуру под видом борьбы с изменениями климата и сохранением жизни на земле. Демократов ведь совершенно не интересует, будет ли Китай, Индия или Россия соблюдать условия климатических протоколов или выполнять взятые на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Цель в данном случае распространения полного контроля над промышленностью в Америке, а в отдаленной перспективе и над жизнедеятельностью других стран, понятно, что ни Россия, ни Китай этого контроля не допустят. Зато в самой Америке промышленности будет нанесен колоссальный ущерб. Многомиллиардные вливания из денег налогоплательщиков будут передаваться модным производством с наклейкой «зеленый», а другим «закон». С отлучением от инвестиций, с повышением налогов и штрафами, отказ от добровольно-принудительного членства в «зеленом» либеральном клубе будет грозить разорением. Это то, что нас ждет. Совершенно право. Можно привести еще пару таких модных названий, но все они ведут в одну и ту же глубокую дыру. Действительно, все они туда направлены. А они, разумеется, очень перспективны, модны. И они представляют собой правильное, триумфальное шествие по планете. Вот этой линии, этой теории и практики. То есть мы ничему, к сожалению, не научились. Мы думали, что мы познали все прелести коммунизма, а оказалось, что мы ничего особенно-то и не научились, если мы готовы снова влететь в ту же самую, в тот же самый тупик. Ну, послушайте, система образования делает, система образования, средства массовой информации делают свое дело. Еще раз проводились опросы общественного мнения. Опять молодежь, которая там более 60% готова попробовать пожить при коммунизме. Они готовы попробовать пожить при коммунизме. То есть это вот то, это результат системы образования американской. То есть они готовы пожить при коммунизме. Даже, я не знаю, Билл Мар, кого трудно отнести там к правым или кому бы то ни было. Он нормальный либерал, причем до мозга костей, и то уже пару раз выступил и сказал, слушайте, ну это же безумие, эти хотят пожить при коммунизме. Говорит, ну пытались уже, так сказать, в прошлом некоторые страны пожить при коммунизме. Результат-то один и тот же, а они такие умные, они думают, что у них все будет по-другому. Они снова идея. Он говорит, ну что, значит, жрать в туалете, а ходить, так сказать, опражняться на кухню, это тоже идея, тоже новая идея, но это идиотская идея. Это он говорит о своих, так сказать, собратьях либералов. Говорит, они же напичканы, но, говорит, часть из них идиоты не понимают, что они идиоты, что эта идея идиотская, но какая-то часть понимает, что эта идея идиотская, и, тем не менее, они готовы ее реализовать ради того, чтобы уничтожить эту страну? Да, так это и будет. Остается надеяться на то, что в последнюю минуту с 5-12 здравый смысл уже слегка подпертый, слегка уже опирающийся на конкретные результаты. Черт, подавил я, прошу прощения, мне звонит. Звонит телефон. Окей, я уже его выключил. Значит, они в своих мечтах и грезах, они не учитывают опыт. Опыт вообще ничего не дает им. Они учитывают только мечту, новую, замечательную мечту. И говорят себе, а почему бы не попробовать, а почему она невыполнима? Почему вы думаете, что на этот раз не получится, когда мы такие хорошие, мы такие умные, мы кончали такие университеты? Почему вы считаете, что у нас не получится? Они не понимают, что они кончали эти университеты, но не изменили природу человека никак, нисколько и ни в чем. Поэтому они полагают, что они лучше всех предыдущих. Они, к сожалению, может быть лучше или хуже, но глупее решительнее. Как Леон Майнштейн рассказывал с одним из приятелей его внуков, он имел беседу и тоже на эту тему. И они тоже хотят, этот приятель его внук, чем социализм плох? Он говорит, ну потому что были эксперименты, и не они единожды в истории, и все это плачевно заканчивалось. А то кто-то объяснил неудачу тех предшественников, у которых не получилось, отсутствием интернета. А у нас сейчас есть интернет, поэтому у нас социализм будет другой. Совершенно другой. Предшественников предшественников. В глазах пришли люди, которые заменили это железной лошадкой. Как замечательно. А все остальное почему-то получилось совершенно точно так же, как было при тех. Это сумасшедший разговор просто. Они не понимают. Да, к сожалению, особыми умственными способностями это поколение не отличается. Поколение вышедшего из университетов, из сегодняшних. Но зато, я действительно не понимаю. То есть, наверное, Билл Мар прав, что половина, какая-то половина не понимает, что это идиотские идеи. А какая-то половина занимается конформизмом, понимает, что это идиотские идеи, что они могут привести к трагическим последствиям. Но при этом они делают вид, что они, может, искренне поддерживают. Потому что, на самом деле, выпускники в значительной степени, выпускники школ и университетов воспитаны в ненависти к этой стране. То есть, все, что им преподается, то есть, история переписывается. Вот яркий пример тому, новый посол в США, в ООН, заявил о том, что в основополагающие документы отцы основателей заложили системный расизм изначально и так далее. То есть, и они, может быть, искренне в это верят, что страна действительно плохая, что эксперимент этот был весьма неудачный, построен на расизме, на рабстве и так далее, и так далее. И все беды в мире происходят от капитализма. Капитализм плох, вот социализм хорошо. Но и нет у них нежелания посмотреть на статистику, на примеры, что капитализм там вытащил из бедности значительно больше людей, чем любая другая система. Что социализм, наоборот, погружает в нищету значительные массы. Нет, это их не интересует. Эмоции, 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 эмоции. Это все неправильное преподавание, неправильных материй, которые нужно отменить, это нужно отменить. Раз и навсегда, решительно. Ну и последнее. Я не завидую. Последняя тема. Такар Карлсон все время говорит, мы должны задавать вопросы в отношении ковида, в отношении этих указов, распоряжений и так далее. Ну это же безумие, нас больше года держали в страхе, что некоторые настолько запуганные там сидит в лодке один посреди озера и маска на лице. Или едет один в машине с поднятыми стеклами и две маски на лице. Кого боится? От кого он боится заразиться? От себя самого? То есть вот по поводу масок, по поводу того, что на свежем воздухе люди там в парке должны ходить в масках. До сегодняшнего дня это было такой гайдлайнс, который выдавала CDC совместно с Фаучи. И только сегодня ЗИЦ-председатель выступил и сказал, ну вот новая теперь гайдлайнс. В парках и на свежем воздухе вы можете ходить теперь без масок. Но там, где нет большого скопления народов, там, где большое скопление народа, вы без масок не можете ходить. То есть это же абсурд, но это же абсолютный абсурд. И, кстати, статистика, ведь дата существовала еще несколько месяцев назад, там через три месяца или через четыре после начала эпидемии, что большинство людей, заразившихся и тяжело болеющих, это те люди, которые сидят в закрытом помещении, которые ограничивают выход, так сказать, стараются держать себя в карантине. Среди них как раз процент заболеваемости значительно выжит, чем среди тех, кто позволял себе ходить на улицу, ходить на улицу без маски, ну там в магазины так или иначе все в масках ходили. Ну и потом те штаты, которые не закрывались на карантин, у них показатели совсем даже нисколько не хуже, чем в штатах, где был объявлен жестокий, жесткий карантин. Нет? Это сейчас признает и Фауччи, это он так сегодня признает уже, но он не отменяет прошлое, а отменить прошлое вообще сложно. Он говорит, что мы всегда делали все правильно, хотя это и не дает результата. Понимаете, это такая газуистика сложная, мы все делали правильно, это как при строительстве коммунизма. И то, что результат отклоняется от наших задумок, это не наша вина, он сказал Фауччи. Это вина объективных обстоятельств, а не ношения масок и так далее. Ну короче, о чем тут можно говорить? Разумеется, все именно так и есть, Сергей, как вы говорите. Ефим, самое главное, наша передача подошла к концу, самое главное, будьте нам здоровы, потому что сейчас такой сезон, весна, осень, ну как обычно, весной и осенью начинаются какие-то простудные заболевания, там типа в результате резких перемен в атмосфере, я имею в виду в температуре и так далее. Берегите себя, будьте нам здоровы. Спасибо большое, Сергей, тоже самое относится к вам. Я постараюсь. Всего доброго.